Я так счастлива, что готова обнять весь этот мир! Обнимашки! Тема для кого-то покажется простой и даже несерьезной, а вот у экспертного сообщества на этот счет свое мнение. Давайте узнаем его, ведь сегодня Всемирный день объятий! Этот неофициальный праздник учредили более 30 лет назад на другой стороне Земли, но дата очень быстро перешла все государственные границы. Тактильный язык взаимоотношений понятен и приятен почти каждому, без ограничений по возрасту и цвету кожи. Более того, он жизненно важен, уверены медики. В человеческом организме очень много чувствительных клеток. Они называются клетки Меркеля ровнее, но они расположены по всему телу. И когда мы воздействуем на них, то по афферентным волокнам в головной мозг идут импульсы, которые стимулируют выработку таких гормонов, как серотонин, дофамин – это гормоны счастья. Стимулируется еще и местный иммунитет. И через местный иммунитет стимулируется и общий. Вот поэтому это важная часть. Четыре объятия в день помогают выжить, восемь чувствуют себя уверенно. Более десяти пробуждают энергию для развития, считают ученые. Доказано, что дети, воспитанные в семьях, где принято обниматься, были успешны. Они быстрее и легче адаптируются в социуме, лучше учатся в школе и менее подвержены депрессивным состояниям и болезням. Однако объятия – объятию рознь. Есть объятия, которые формальные, которые приняты в социуме, тогда, когда нужно обняться, но больно-то не хочется. Это вот так. Вот так вот, когда мы друг к другу сильно-то не подходим, ну или можно подойти, но все тело напряжено, и руки тоже. Мы похлопали друг к другу и разошлись. Но нам нужны теплые, настоящие, отдающие эмоциональный положительный посыл другому человеку объятий. Именно такие обнимашки и запускают процессы исцеления организма, объясняют эксперты. От нормализации уровня гемоглобина в крови и снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний до снятия головной боли и даже депрессии. Я считаю, что это вообще такая повседневная вещь бытовая, которая, по сути, должна присутствовать в жизни каждого человека. То есть, если можешь поделиться объятиями с тем, кому это нужно сейчас, а сделай это, было бы здорово, если бы этого было больше. Но опять же, отслеживайте, кому это действительно нужно, не навязывая. Дело в том, что не все люди любят и хотят обниматься, объясняют психологи, и это тоже нормально. Ведь мы – представители северных наций, которым свойственна сдержанность. Впрочем, широта души – это тоже про нас. Вы любите обниматься и почему? Конечно, люблю. Это обмен радости, допустим, если это счастливая ситуация. Ну, я не знаю. Вот приятно. С кем обнимаемся? Со своими близкими, с любимым, с друзьями. Кого обнимаете? Всех, кто дома. Это показывает любовь друг другу. Когда родных встречаем, всегда мы очень рады, обнимаемся, целуемся. Это очень хороший праздник. Даже во времена пандемии, уверены специалисты, не стоит пренебрегать тактильной поддержкой в семье. Разумеется, если нет больных с симптомами гриппа и ОРВИ. Одинаково полезны объятия с любимыми людьми, братьями, меньшими и даже самим собой. Обнимашек много не бывает, объясняют эксперты. Наверное, поэтому в мире не один день по этому случаю. Отмечают дату также 15, 22 июля и 4 декабря. Но сегодня масштаб планетарный. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.